На данный момент нам корпорация даже не подтверждала. У нас в корпорации создан платежный комитет. И мы все филиалы, для того, чтобы оплатить любой счет, неважно какой он суммы и с чем он связан, мы должны в реестр подать платежные документы. На корпорацию. Да, на корпорацию. Корпорация нам утвердила те рабочие моменты, которые нужно сделать по элеватору. То есть на сегодняшний момент, как сказала Елена Васильевна, не сделано, не подтверждено ни одного платежа. То есть в принципе можно сказать, что на сегодняшний день элеваторы, они не готовы к своим функциональным обязанностям. Да, а также конкретно в моей ситуации не подтверждаются обязательные платежи, без которых элеватор в принципе не может существовать. Такие как обслуживание железнодорожной стрелки. То есть два месяца. На данное время, еще пока я не получила информации, что нам подтвердили реестр платежей, нас обслуживает Одесская железная дорога. И корпорация, и мы писали служебке. Плюс с железной дороги, с администрации нам пришло письмо, что если мы не оплатим услуги стрелочного перевода железной дороги, то нас просто отключают от железной дороги. Тем самым элеватор теряет отгрузку железнодорожным транспортом. То есть мы перестаем быть интересным всем. Как ДПЗКУ, которая пытается сейчас закупить ячмень на экспорт Китай, так и остальным трейдерам. Также, естественно, мы бесполезны для фермера. Потому что ему, фермеру, надо что? Чтобы хорошо приняли, быстро, активно и также выгодно продаться. Если у нас не будет трейдеров на элеваторе, продавать будет некому. А трейдера забирать только по железной дороге. То есть автомобилями им забирать и везти в порт, это абсолютно неинтересно.